МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Я, в общем-то, обычная москвичка, мне 31. У меня есть сын, я в первую очередь мама. Живу я достаточно скромно, но скромно именно по осознанию жизни. То есть я понимаю то, что в любой момент может произойти все, что угодно, и может не быть того, что есть сегодня, как Господь положит. И надо ценить то, что есть, и не желать большего. А сейчас еще живем с бабушкой. Несколько месяцев назад ей сделали операцию, ампутировали ногу, и я ее взяла к себе с большим удовольствием. Мы до этого жили в раздельности, а сейчас вместе. Вот соединить вместе, вот мне хочется всегда всех соединить вместе. Никаких документов не сохранилось. Горестно вздыхают в большинстве современных семей об утраченном навсегда. Этот печальный факт коснулся и семьи Елены. В ней тоже была прервана связь с ушедшим поколением. Нарушена традиция передавать детям историю рода. Я вдруг поняла, что, оказывается, кроме мамы, папы, сестры и бабушки был еще кто-то. И для меня это было некое потрясение. Вот честно, в 20-18 лет для меня это было потрясение, потому что никогда я об этом не задумывалась, потому что у нас в семье, к сожалению, эти традиции друг друга, никто не рассказывает, никто ничего не передает. Ну, живем и живем. Ну, потом произошло событие. 21 год, когда мне было, погиб папа. Мы в похоронах встречаемся с людьми, которые ко мне подходят и говорят, да, вот, здравствуйте, мы ваши родственники, мы вот тоже там двоюродный брат, троюродные тети какие-то. Оказывается, у меня еще и сводный брат был. И вдруг я понимаю, что вот это мое незнание, оно не только о людях, которые ушли, умерли, а о живых людях я ничего не знаю. Лена, собирая по крупицам историю своей семьи, начала осознавать, как же оказывается неустойчиво их семейное древо. Женщины в роду всегда были очень независимыми и самостоятельно решали свою судьбу. Моя прабабушка была в венчанном браке, но она убежала со своим ребенком от мужа. Ну, вот так ей вздумалось, ну, вот не захотелось ей с ним жить. Моя бабушка тоже в итоге воспитывала ребенка одна. Моя мама воспитывала нас двоих с сестрой одна, потому что, ну, вот почему-то в какой-то момент не захотела она жить вместе с папой. И я свою семью не смогла удержать. Я очень хотела ее, очень держала и очень старалась сделать все, чтобы это было. Но почему-то события сложились так, что у меня моя семья тоже развалилась. И вот когда изучала я историю всех своих бабушек, прабабушек, дедушек и всех-всех-всех, вдруг я начала понимать, что вот их поступки просто так как бы никуда не ушли. Понимание того, что мы ответственны за жизнь своих детей, внуков, правнуков, далось очень тяжело, признается Елена. Но еще она поняла, надо изо всех сил не делать то, что может усложнить судьбу последующих поколений. Благодаря своему внутреннему вот этому поиску я поняла, что нельзя раскидываться. Понимаете, семья – это то, что бывает один раз, и что тебе дается, вот как ребенок, то же самое. То есть тебе дается это один раз. И сколько ты вложишь усилий для того, чтобы это вырастить, взрастить, чтобы ребеночек этот встал на ноги, чтобы семья крепла, и нельзя говорить, что у меня там еще что-то будет. Вот это все понимание пришло ко мне только-только вот недавно. Благодаря тому или вопреки тому, да, что я это потеряла. Елена закончила мои, но работать не стала. Родился сын. Было трудно, начала рушиться семья. Но именно в этот период ей совершенно неожиданным образом пришлось сделать очень важный выбор. Воспитывая своего ребенка маленького, я вдруг начала замечать, что на него воздействовали только я. Ребенок перестает в какой-то момент на меня обращать внимание или на какие-то события вокруг происходящие, а полностью включен телевизор. В нашей жизни, и жизни даже больше не взрослых, а именно детей, телевизор играет 80-70% формирования сознания. И меня это ужаснуло. Но я заметила, что он впитывает все как губка. Мы, взрослые, можем себе сказать, нет, мы не хотим это смотреть, выключаем. А у ребенка нет такой возможности, потому что он не знает, от чего он отказывается. Он должен это сначала впитать, чтобы понять. И, честно говоря, вот так вот, если перемотать лет на 10 назад, я не представляю, если бы мне, например, кто-то сказал, что вот через 10 лет ты будешь проводить здесь большую часть своей жизни и вообще работать режиссером, я бы, с одной стороны, удивилась, с другой стороны, так приятно внутри себя так подумала. Ну да-да-да, конечно, что же еще может быть? Другого быть и не могло. Жизнь как-то так сама вывела, пошла учиться, получилось. Дальше в гиг режиссура. И тут уже, вот, окончательно я поняла, что вот как раз меня как-то вот судьба вывела именно на ту профессию, в которой вот все мои внутренние желания и качества, которые меня Господь как-то наделил, они как раз вот, ну, в полной мере соединяются во что-то вот единое целое. В этом году на Всероссийском кинофестивале «Семья России» Елена за свой фильм о нелегкой судьбе детей-сирот из психоневрологического интерната получила главный приз. Это особая тема и в жизни Елены, и в творчестве. Человек, духовно преображенный, все делает с необыкновенной любовью к людям. Он терпит, верит, смиряется и надеется, даже если все кажется совершенно безнадежным. Когда ушел муж, конечно, было очень-очень сильное уныние и слезы. И постепенно-постепенно вот тут как раз на помощь пришла моя вера. У меня появились, как сказать, инструменты, благодаря которым я теперь могу свою душу настраивать, свои струны вот души. Они у меня до этого были расстроены, и я даже не знала, у меня не было камертона. Я поняла, что у меня утешение в молитве. Посоветовавшись, походив по нескольким батюшкам, один мне сказал очень хорошую вещь. Лен, пока на телевидении и вообще в средствах массовой информации вот есть люди, которые могут хотя бы капельку добра, капельку чего-то хорошего и доброго, чистого сказать и сделать, то надо делать. Потому что столько много плохого, а кто же, как не ты? Если ты хочешь нести действительно что-то хорошее и светлое, ну, то неси это. То место, где мы сейчас находимся, это дом родной, даже больше. И улыбка, она вот не сходит до того момента, как я сюда вот не прихожу, к вратам, оптиной пустыни. Не захожу на территорию. И вот эта улыбка, она такая, она внутренняя. Эта радость тихая, светлая. И это то место, где я понимаю, что вот часы, проведенные не зря, и жизнь здесь проведенная не зря. Жизнь такая, какая и должна быть. Вот это ощущение не забуду никогда. Это такое ощущение, когда ты оказываешься вне времени. Вот вдруг ты раз, и становишься просто человеком, просто какой-то человеческой душой, ну, душа, вот, да, вот ты чувствуешь, что ты дыхание Божие. И все. И нету понятия, какой сегодня там год, век, день, час. Это уже вообще становятся какие-то совершенно для тебя незначимые какие-то вещи. А ты полностью предаешься на волю Божией, в руки Божьей. И все. И каждую секунду наблюдаешь за тем, как Господь, насколько мудро, насколько с любовью к тебе относится, и чувствуешь эту Божью любовь. После первого приезда сюда, в Оптину, у меня как-то сразу возникло желание быть чем-то здесь полезным. Я ехала всегда, чтобы именно поработать. То есть вот служба, помолиться и поработать. И в очередной раз, приехав в Оптину, я-то на целую неделю вырвалась. Я увидела батюшку, подошла к нему, и говорю, батюшка, вот я на работу пришла. Он говорит, а кто ты? Я когда услышала, что я режиссер, он такой, ах, режиссер. Говорит, а ты знаешь, режиссеры нам здесь не нужны. Я говорю, да батюшка, я же, говорю, никак режиссер-то сюда приехала. Я же потрудиться, говорю, мне руками что-то поделать хочется. Он говорит, ах, руками. Режиссер, говорит, на лук, на лук. Я говорю, ну, на лук, так на лук. Я как-то так это оптимистично восприняла сначала, а потом иду, думаю, господи, на лук. Думаю, это целый день ванну лука, ванной просто такие чистить. И так как-то, он так посмеялся надо мной, говорит, режиссер, режиссер. Ничего, лук почистишь, говорит, все грехи свои оплачешь. Тогда, собственно говоря, и посмотрим, и поговорим. И вот три дня подряд я сидела, значит, с этим луком и чистила, и резала, и плакала. И молилась, и все. И это были самые счастливые дни в моей жизни, вот честно. Только, наверное, вот здесь, в Оптине, благодаря Оптине, благодаря тому, что я сюда приезжаю не просто тоже помолиться, а именно поработать. И именно вот через физический тяжелый очень труд, через духовный очень тяжелый труд, через каждосекундное переступание через свои страсти, свои грехи, свои какие-то темные стороны. Вот вечером сидишь, молишься и понимаешь, то, что в жизни все настолько взаимосвязано. Взаимосвязаны все события, которые происходят, плохие и хорошие, вот в моей жизни. Я понимаю, что все, что произошло, оно все происходило для того, чтобы я вот сейчас вот здесь вот в Оптине сидела и благодарила Господа за то, что вот меня это привело сюда, за то, что меня это привело в храм, за то, что меня это привело к Богу, и меня это привело к себе. Вот у меня есть вот теперь возможность всмотреться в самые-самые глубины своей души, увидеть ее, какая она бывает прекрасная, а какая она, к сожалению, по большей части. из-за нашей грешной жизни, запачканная, грязная и такая, знаете, вот как сказать, валяющаяся в грязи, да, и вот как вот хочется ее оттуда вытащить, очистить и поставить в самое красивое место. И понимаешь то, что Господь нам это все дает именно для этого, для того, чтобы мы себя увидели, подняли, очистили и вознесли к Богу. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok